Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в зоне зуба, и сегодня будем играть за крыса, звездного героя Луи. Да, вот за такое вот поиграем, не очень имбовое, но в принципе хороший персонаж, даже иногда может быть имбовым, но это очень редко случается, особенно против хороших игроков это сложно. Ну да ладно, сборочку тоже не меняем, стандартненькая, сегодня там какая-то у разработчиков есть акция, я правда ее открыть не смог, точнее открыл, но она потом сразу куда-то пропала, и в общем второй раз открыть не могу. Ну вы знаете, разработчики умеют в акции и в их показ. Так же, ребятки, вот такая вот сигнала есть, я уже говорил, что раз это выгодно, если есть x2 монета, если нет x2 монеток, ну это тоже вроде бы выгодно, но не очень, не очень. Ну и все, это весь магазин сегодня прекрасный, как всегда. Ну верите, да, 19 стреливая, 20 лига дает очень много вариаций в магазине, да-да, очень много. Ну и меня, конечно, много чего есть, но не важно, это уже другое. Опять у нас этот лабиринт, опять на легендарный сундук, я думаю, опять же такой же подключенный будет. Ну давайте попробуем, а чё? А чё нет, вдруг хотя бы до пятого дойдем, залутаемся без золотой сундук и красиво уйдем победителями с этого лабиринта. В принципе, это основная цель сейчас на лабиринт, и доходи хотя бы до пятого этапа. Но даже до пятого этапа разработчики все равно накручивают, и как бы вы фиг дойдете. Там один из десяти, наверное, лабиринтов только до пятого этапа пропускают. Может чуть получше, там два или три, но не больше. Вот смотрите, сейчас на четвертом блоке будет бот, смотрите, просто в левой двери. Открываем. Парам! Нет, повезло. Ладно, идем дальше. Если сейчас, кстати, золотого сундука не будет, то пойдем дальше. Если будет, то остановимся. Ну, как бы, золотой сундук это хорошая награда. Значит, останавливаемся, правильно? Правильно. Не будем рисковать, так сказать, золотым сундучком, потому что я прекрасно понимаю, что будет дальше, вы прекрасно понимаете, что будет дальше, все прекрасно понимают, что будет дальше, поэтому нажимаем заветную кнопочку «Сдаться» и забираем наши прекрасные награды. О, почти докачиваем. Еще десять штучек, и баг будет хилить халатом, да. И лемурочка выпадает. Кстати, на него, конечно, не очень нужно, но все равно приятно. Может на... Ага, на нового персонажа, да. Дождусь, в скобочках нет. Ну вот, да. Вот такой лабиринт, в принципе, удачный, успешный, я бы сказал. Всем советую проходить. Ну, в любом случае, будем смотреть иногда, заглядывать, а вдруг они его все-таки выкрутят на нормальное что-то. Но это около 20 лига, у кого пониже, там у них, я знаю, шансы все-таки есть проходить лабиринт, поэтому старайтесь, ребятки, у вас, в принципе, все получится. Ну, а мы отправляемся в бои. По поводу, кстати, той зубы выживания, которую я вчера показывал, ребята. Там же вы видели, ну, кто смотрел вообще, кто скачивал. Короче, там должен быть пес. Песик, вот такой персонаж должен быть в игре. Ну, там его еще нет, но на заставке игры он, так сказать, присутствует. И суть в том, что зубы было бы круто, если бы тоже давай, или песика, и котика, и, в общем, а почему бы нет, да? Ну, с одной стороны, как бы не зоопарковые животные, но, ребятки, божья коровка, это что, зоопарковые животные, да? Я что-то не понял, я что-то не понял. Тоже, как вы видите, логика отсутствует, поэтому, в принципе, разработчикам зубы ничего не стоит взять и добавить котика, песика в игру зуба. А это было бы очень круто, что-то были бы одни из самых популярных персонажей. Опять же, если их сделали бы имбочками, в дополнение к тому, что есть. Ну, и, кстати, верьте, лагает. Лагает по стандартным правилам игра зуба, ну. Тут как бы ничего не поменялось, да? К сожалению, хотелось бы, но не поменялось. Вот, с лука бахаем. Особо не паримся с выстрелами, да? Камелёшка добиваем. Немножко сейчас это самое. Расскажем, покажем, что как. Мне так нравится мой сквад, который сбежал непонятно куда. И сквад противника, который пигнёй стреляет тоже непонятно где, непонятно как и зачем. Мне так нравится, блин, автоатака вот этого. Прекрасная. Просто в никуда. Стреляющая, сука. Только что, блин, опять тоже никуда. Выстрел автоатака. Пока что просто на защиту играем. Закидываем гранатку. Ого, вот это не пролагало. Вот это, я понимаю, не пролагало. Лев врывается. Я почти откидываюсь, кстати. Но мы что-то убиваем даже. Опять автоатака на джейд работает, да? Которая меня бесит. Мой сквад умирает. К сожалению. По статистике, да? По статистике смертности. Джейд просто стоит рядом, ничего не делает. Нравится. Они резнули. Короче. Блин, меня просто задушили какие-то, ну, басики. Ну, я же говорил, не имба. Слишком он, он вроде бы вкидывает очень много урона, но почему-то мой сквад настолько был беспомощный, беспощадно, умирающий за секунду. Да ну, короче. Ну, кофе. Ладно, тут новички тоже такое. Ну, что-то как-то луи не удивил уроном. Очень что-то было слабо с гранатой по урону. Она, правда, летела в джейд иногда, да. Но все равно как-то было не то. Луи вроде бы как бы помощнее, но как-то вот смотрелся он не очень. Возможно, для того, чтобы была зона не очень удобная. Все-таки на железо-дороге, к примеру, если брать карту и зону, да, с кустами, там все-таки поинтереснее, подинамичнее. Там луи не так много урона впитывает, и реализоваться хочется лучше. А здесь я был, ну, не в самых лучших позициях, скажем так. Везде ближний бой. Да, противники были тоже как бы ни о чем, но все равно было бы лучше, если бы они были о чем. Я пытался. Я пытался отжать, но, к сожалению, два гения на никсах забрали легенардов. К сожалению. Ну, ничего нового как бы. Сейчас копье залаберем, мы подойдем ловить панду, который будет убегать. Панда, ты чего не убегаешь? Панда, ты чего не убегаешь? Не убегает, но плохо как-то. Не получается у панда убежать? Такое ощущение, что это просто схват этих противников пришел ко мне. Панда, он словил много плюх и отлетел. Как говорится, глупыш. Глупый-глупый панда. Много плюх словил и отлетел. Пытаемся его додушить, потому что он самый сильный противник однозначно. Но получается стрёмненько душить панду, потому что там кусты. Его спасли дефибриллятором один раз. И потом еще как бы урон немножко отжимали, да? А он, гад, пошел дальше филиться и как бы... А, не сегодня. Что, второй раз дефибриллятор не сработает? Ну, кстати, получили мы усиление от полка, да? Небольшое. Добиваем еще одного. Здесь где-то ехидная еще пряталась. Не понятно, правда, где. А вот она. Ну, мне так нравится, мой сквад просто стоит в метре от меня и ничего не делают. Вот как вам она? Лучше, я считаю. Просто лучше. Ну, тут как бы, да, из них только один волк был. По сути, по адекватному уровню хоть что-то на что-то способен, но все равно как бы. Ой, да. Вот это игроки репортки на тысячу рейтингов. Нет, конечно, прекрасно, что рейтинг сдвигается. И можно здесь вот так вот на изи играть. Адекватным людям, но как бы. Это выгодно только для ивента. Для других вещей это не нужно. То есть, в других вещах хочется нормальных боев против нормальных противников с нормальным союзниками. Ну, к сожалению, этого здесь не будет никогда. Пока баланс не сделают нормально. Рейтинг не сделает нормально. В общем, никогда, да, ребят. Именно так. Потому что до 4 года не смогли. 4,5 можно уже даже говорить. И вряд ли смогут. Последнее, ну, из того, что я знаю, как вы, уже рассказывал, что, не знаю, очень давно говорилось, что разработчики там ведут разработку. Несколько, нескольких вариантов баланса, матчмейтинга и все такое. Ну, в общем, куда эта разработка велась, когда велась, когда она закончится и все такое, непонятно. Точнее, она ведется очень-очень долго, как минимум года 2,5 минимум. И вот за 2,5 года они ничего не смогли. Странно это очень, да? Не кажется вам? Вот и мне кажется, ребятки, что это очень странно. Бобер, конечно. Но ты старается, старается играть командно. Молодец, молодец. Ну вот, лучше бы кнопочки нажимать старался. Команда, конечно, играть это хорошо, но кнопочки нажимать тоже нужно не забывать, а он как бы забыл и... И поэтому урон не вкинул. И поэтому урон не вкинул и как бы... Ну, бой закончился уже, по сути, да. Здесь в этот раз было скучно. Ну, это так и должно быть, в принципе, наверное. Я набил 6 бицух, не самых сильных, но какие есть. Мучки, кстати, прикольно смотрятся под усилением. Они же тоже усиливаются. Их можно, получается, вот за счет волка забустить и отправлять в бой. И они могут вырезать противников очень жестко. Было бы неплохо это потестировать. Было бы неплохо. Но я, наверное, хотя нет, в принципе, могу, знаете даже. Даже могу это потестировать. Где-то на тестовом сервере вот такой вот сделать. Побыть волком, потом подойти луи мышками, да. Поставить там какому-нибудь никса 20 уровня. Побить его мышками под усилением и без усиления. Посмотреть, насколько изменится разница. Сколько во времени никс умрет. Чтобы понимать, да, насколько же там будет увеличение по урону. Но это немножко сложно, немножко душно. И не знаю, нужно оно вам или нет. Поэтому, в принципе, это можно и в боях посмотреть наглядно. Я думаю, это не особо важно. Это вот, этот вот параметр знать всем, да. Великий неповторимый параметр важности. Это все-таки игра простая. Достаточно вот так вот зацикливаться на нюансах, я думаю, не стоит. У нас как бы и так мышки вырислить, да. Причем, вкидут хороший урон. Вот убили только что, вроде бы мышками, да. Нам даже показалось, что мышками был. Так, ребятки, извиняюсь, то это дело такое. Ну что, у нас получается сейчас, что? Склады были где-то снизу и вот где-то вот справа-сверху. Наверное, пойдем на право-ехне склад. У нас пул серебро есть. В принципе, можно врываться и уничтожать. Но было бы кого, было бы кого. А их нету. Они куда-то сбежали, ага. Ну, моя меткость, вы верите, да? Просто максимальная по возможностям. Никс какой-то очень странный, одиночка был, непонятный. Ну, бицушек я залутал немножко. Чего смог, того залутал, да. В принципе, неплохо. Здесь мы Никса не убили, здесь игрокамелён наш Никса. Ой, еще один Никс бежит к нам. Этого Никса, к сожалению, тоже не убиваем. Этого Льва тоже пока что не добили. Мышками, кстати, добил вроде, да? Ну, не знаю. Не успел посмотреть. Никс здесь что-то быкует, очень жестко быкует. Ну, вы видите, меткость, да, это просто зашкар, зашкварда. Ты стреляешь, оно стреляет, но не попадает. Все-таки одиночный Лук с этого, с этой, ну, смотрится лучше. Было бы вкус, круто, если бы этот Лук стрелял не в разброс. То есть, видите, он стреляет как? Вот, Луклыида. Он стреляет в разброс. То есть, максимальный разброс, и он по этому разбросу стреляет. Вот, можете посмотреть, да? Снизу начинает и вверх идет. Было бы хорошо. Было бы очень хорошо. Если бы он это делал немножко по-другому все-таки. Все-таки немножко по-другому. И делал бы... Спасибо. И делал бы в одну точку, да? Было бы неплохо, если бы он все-таки стрелял в одну точку. Было бы так поинтересно. Ну, что, звездный герой со звездным Луком. Сейчас пойдем найдем скват и развалим. Скорее всего. Поэтому было бы круто, если бы был Лук такой. Но, опять же, разработчики такой Лук могут реализовать еще? Могут. Спокойно могут, но пока еще не сделают. Еще время не пришло. Да, еще время не наступило. Ну, противники против нас, вы видите, да? Как бы объяснять здесь нет смысла ничего. Тут просто ходишь и... С Лука стреляешь, и как бы все умирает. Просто потому, что это легендарный Лук, но и 18 уровня с 8 бицухой, но вы все сами видите, да? Как говорится, имба. Имба. Но жаль, что Лук был... Точнее, есть все-таки не... В одну точку стреляющую. Было бы круто, если бы в одну точку, там был бы вообще топ. Такой был Лук-ух. Ух... Да. Это как одиночный Лук, да, без... Одинец прицеливанием. Только этот был бы одиночный Лук. Хотя нет, это же без прицеливания, мы просто его открываем, как бы, ну, выбираем и просто направляем, да? А с прицеливанием, это когда она еще прицеливается, время занимает. То есть, без прицеливания, если бы вот такой Лук был, это было бы новая МБА, наверное, для дальних боев. Но пока что такого нету. Видимо, разработчики подумали, что это слишком МБО, если будет в одну точку стрелять. Хотя, если подумать, то, в принципе, этот вариант тоже очень хорош, потому что противники, они же как? Они же бегают, они же, они же гении. И поэтому, ну, как, они все правильно делают? Блин, как же это было не жестко, особенно мой выстрел. Зацените. Этот бинокль, красавчик. Ну, ладно. Что мы, кстати, это будем скачивать. Вот такой сегодня прекрасный Луи. Побегали, побахали, правда, противники были все слабые, к сожалению. Ну, что я могу сделать? Хотя, слабые противники меня тоже убили. Чего уж тут говорить. Да. Ну, вот в ближнем бою и не вот так силен, как хотелось бы, особенно если промахиваться оружием, то прям вообще все плохо получается. Поэтому, если с вами, ну, против вас же это, она уже мертвая, то советую, конечно, играть без авто нажатия кнопок, потому что, если стать близко к жейт, то вся авто так идет на нее. Такой вот бах, который разобочки не чинят уже миллион лет. Почему? Ну, видимо, кто-то мало свою игру играет. Мне больше стоит нечего. На этом все. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, оставляем свои комментарии. Не болейте, не встречайте. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok